Эта история могла бы и не увидеть свет, послушая я внутреннего ленивца, который сидит в каждом из нас с вами. Природная аномалия, воля судьбы и всего одно слово открыли потайную дверцу в забытое прошлое. Такая цепочка событий могла быть случайностью, а могла и не быть таковой. Я верю в то, что случайностей не существует. Не раз говорил я об этом и не раз в этом убеждался. Начиналось все с путешествия в недалекое, еще не забытое прошлое, время от времени напоминавшее о себе яркими воспоминаниями. Перебирая эти воспоминания по пути сюда, я пытался сопоставить увиденное ранее с тем, что видел сейчас. Картинки явно отличались. Несколько лет назад также стоял я на этой косе побережья, вдыхая все тот же свежий и вкусный воздух. На первый взгляд ничего не поменялось, но это лишь на первый взгляд. Сильно обмелел иртыш, отступив от берегов и обнажив свое песчаное дно. Картина словно из фантастических фильмов о засухе и грядущем конце света, описанном в последней книге Нового Завета «Апокалипсис». Хотя официальные источники информации утверждают, что ситуация вполне нормальная и падение уровня воды в реке объясняют циклом многолетнего регулирования, связанного с естественными природными процессами. При этом теперь все чаще можно услышать разговоры о благосклонности природы к человеку, которая будто бы в отместку за потребительское отношение к себе дает понять, кто в доме хозяин. Эта часть суши еще недавно была под водой. Об этом можно судить также по обрывистым берегам и многочисленному мусору, от которого река словно пытается избавиться, выбрасывая на сушу пластиковые бутылки, ветки, стволы деревьев и прочие предметы, большая часть из которых показывает, насколько сам человек благосклонен к природе. В тени еще не растаял снег. В жаркий полдень, когда температура на открытом пространстве достигает 30 с лишним градусов, снежный козырек кажется каким-то оазисом. Несколько минут нахождения здесь и уже хочется выйти на солнышко, чтобы согреться. Естественный природный холодильник – хорошее подспорье путешественнику, желающему провести побольше времени в этом месте. О сохранности продуктов можно не переживать. А вот сохранность ракушек без зубок с падением уровня воды в реке находится под угрозой. Двустворчатый моллюск не в силах догнать отступающий иртыш. Передвижение по грунту осуществляет он при раскрытии створок раковин с брюшной стороны, щель между которыми высовывает ногу. Мускулистый клинообразный вырост. При помощи этой ноги медленно ползет моллюск по дну, прочерчивая характерные глубокие борозды. При опасности без зубка втягивает ногу и захлопывает раковину. Но этот защитный рефлекс не спасает медлительного моллюска от длительного нахождения на суше. Его среда обитания – илистый или песчаный грунт пресноводных водоемов с медленным течением. Река Иртыш – идеальная среда обитания для беззубок. Не только беззубок можно увидеть на обмелевшем побережье. Некогда полноводная река, обнажив свое дно, приоткрыла потайную дверцу, за которой скрыта не очень приятная реальность. Мне доводилось слышать о том, что при заполнении бассейна Шульбинской гидроэлектростанции под водой оказались некоторые поселки, животноводческие, фермы, подсобные хозяйства, названия которых остались лишь в памяти старожилов да на старых картах. Но то, что предстало перед глазами, даже немного шокирует. Часть побережья представляет собой древний могильник. Визуально выполнен он в стиле культуры плиточных могил, которая относится к археологической культуре конца бронзового – начала Железного века и по разным источникам датируется от 1300 до 300 года до н.э. Первая мысль, которая пришла мне в голову – этот могильник – плод моего воображения. А те несколько оградок из гранитных плит, что встретились на пути – не более чем творение рук современного человека, который захотел приукрасить значение этого места и наверняка рассказывает какие-то легенды о древних племенах заезжим туристам да рыбакам. Но масштаб увиденного вскоре стал вызывать во мне большие сомнения в искусственном происхождении этих сооружений. Хотя в наше время не стоит удивляться, если на создание какого-нибудь древнего археологического комплекса вдруг выделят финансирование, якобы с целью проведения раскопок и исследований. Не раз слышал я подобное о крепости-монастыре Аблайкит. В этом месте побережье буквально усеяно плоскими гранитными плитами. Частенько попадается старый кирпич, отполированный водами иртыша. Часть гранитных плит устояла перед течением реки, сохранив первозданный вид могильников. История культуры плиточных могильников или плиточников весьма неоднозначна. Исследователи сходятся лишь в одном – плиточники – это прямые потомки монголоязычных народов. Территория расселения плиточников была необычайно широка, и подобные могильники можно встретить повсеместно. Неподалеку от могильника развалины какого-то здания. Судя по бетонному фундаменту и остаткам шифера, это строение уже более современное. На старых военных картах это сооружение так и отмечено – развалины. Навскидку это могло быть жилое помещение, совмещенное с пристройкой хозяйственного назначения. Внутри оно отсыпано крупным камнем, имеются несгнившие доски, остатки потолочного перекрытия. Изучаю внутреннее содержимое помещения. Помимо остатков строительного материала, внимание мое привлекла небольшая кучка металлолома, явно кем-то недавно подготовленная. Металл сильно пострадал от действия воды, солей и песка. Сложно что-либо говорить о назначении этих изделий. Быть может, это часть орудий труда, либо предметы конской сбруи. Очевидно одно – все эти предметы долгое время пролежали на дне реки, утратив свой первозданный вид. Краеведы, занимающиеся раскопками и изучающие историю, говорят, что возможность увидеть подводный мир затопленных поселений представляется нечасто. В основном, во время проведения технических работ на Шульбинской ГЭС, когда осуществляется сброс воды. Благодаря этому осушается определенная территория, на которой располагается множество поселений, в свое время попавших под затопление. Это и Белокаменка, и Пролетарка, Пьяный Яр, Ермаковка и многие другие. Вместе с канувшими под воду поселками на дне оказались и древние могильники, на которые я и наткнулся, изучая побережье. Вообще же оказалось, что Шульбинское водохранилище – это уникальный музей под водой, экспонаты которого ведут свою историю аж с эпохи Железного века. Более поздние находки датируются прошлым столетием, когда в результате затопления территории Шульбинского водохранилища под водой оказались целые поселки и животноводческие хозяйства. Теперь, всякий раз, когда я вижу правильно оформленную кучку камней, задаюсь вопросом – что это? Естественное нагромождение гранитных плит или же место захоронения древнего человека? Сегодня Иртыш река открыла неизведанную мной часть истории нашего края, расширив границы для будущих путешествий. Немного волнительно вести повествование о местах, где нашли свой последний приют наши предки, на костях которых фактически строилась новая жизнь. Об этом не принято писать и говорить. Жизнь в неведении гораздо спокойнее и счастливее. А жизнь людей в начале Железного века до нашей эры сегодня выглядит скорее мифом, чем давностью. Ведь с тех далеких пор утекло слишком много воды, которая сегодня, обнажив затопленную часть при Иртыш, Иртыш я напомнила человеку о том, что все мы рано или поздно будем забыты. Единственный шанс оставить свой след на этой земле – это изо дня в день сияет добро. Прорастая, это добро даст плоды, в каждом из которых можно будет найти частичку его создателя, увековечившего себя в памяти потомков на многие столетия. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...